Что такое контрастный душ? Какими полезными свойствами обладает контрастный душ? Как правильно принимать контрастный душ? Какие противопоказания к приему контрастного душа? Смотрите видео до конца и узнаете секреты контрастного душа! Перед просмотром разрешите поблагодарить всех наших постоянных посетителей и пригласить подписаться на канал новичков. Все знают, что закаливание укрепляет организм. Одним из видов закаливающих процедур является контрастный душ. Что такое контрастный душ? Контрастным душем называют чередование во время водной процедуры теплой и холодной воды. Проводить смену температуры воды надо постепенно, выдерживая подстроями любой температуры по 30-70 секунд. Контрастный душ надо принимать каждое утро, тогда удастся быстро проснуться и после водной процедуры уже быть готовым к совершению важных, намеченных на день дел. Какими полезными свойствами обладает контрастный душ? Быстрое изменение температуры, направленных на тело струи воды, приводит к улучшению микроциркуляции кожи, подает сигналы в центральные органы, регулирующие обмен веществ, что приводит к активации метаболизма во всех клетках. Именно поэтому контрастный душ обладает следующими свойствами. Стимулирует иммунитет, повышает активность синтеза специфических и неспецифических факторов защиты. Позволяет лучше переносить колебания температур, способствует активной терморегуляции. Приводит сосуды в тонус и затем расслабляет их. Такая тренировка сосудистой стенки является профилактикой спазмов, которые могут возникать на фоне повышения артериального давления. Повышение скорости реакции обмена веществ, особенно протекающих в клетках головного мозга, стимулирует работоспособность нервных клеток, повышает настроение и является профилактикой депрессий. Контрастное воздействие воды на кожу повышает тонус кожи, активизирует работу капилляров и приводит к уменьшению проявлений подкожного целлюлита и препятствует возрастным изменениям. Через воздействие разницы температур происходит активация эндокринной системы, улучшается пищеварение. Как правильно принимать контрастный душ? Чтобы контрастный душ оказал только положительное воздействие на организм, принимать его надо утром, начинать проведение процедуры в летнее время. Сначала подается теплая вода, температура которой постепенно увеличивается, но не до кипятка. Затем постепенно снижается до холодной. Перемена температуры в течение одной процедуры 3-5 раз. Заканчивается душ холодной водой. Начинать стоит с продолжительности нахождения под горячими струемой воды 20-30 секунд, а холодными в 2 раза меньше. Постепенно, по мере привыкания, время продолжительности контрастного душа стоит увеличивать. После окончания процедуры надо растереть жестким полотенцем все тело. Приняв контрастный душ, можно завтракать и пить кофе. На улицу выходить не раньше, чем через 30 минут. Какие противопоказания к приему контрастного душа? Так как эта процедура активно воздействует на весь организм, повышает тонус сосудов, стимулирует обмен веществ, то перед тем как приступать к закаливанию, надо посоветоваться с врачом. Противопоказано такое экстремальное воздействие на организм при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, наличии лихорадки, интоксикации, при нарушениях в работе иммунитета, онкозаболеваниях. Не следует проводить процедуру при заболеваниях крови, женщинам во время беременности, при серьезных заболеваниях кожи. Конечно, очень полезно простимулировать себя струями горячей и холодной воды. Но чтобы не нанести вред, обязательно при наличии хронических заболеваний посетите терапевта, чтобы посоветоваться о возможности подобного оздоровления. Субтитры создавал DimaTorzok